привет друзья вы на канале forest scout и это рубрика обжор походной еды и здесь мы тестируем то что можно взять с собой в поход покушать и не только в поход и сегодня у нас на обжоре и рп суточный от дружбы народов вот такой вот весом 1 и 8 килограмма давайте его распакуем посмотрим что внутри и продегустируем эти блюда но перед тем как мы начнем не забывайте подписываться на канал ставить лайк под этим видео и мы погнали на промежуточный и рп от дружбы народов на канале есть обзор переходите смотрите кому интересно а мы сейчас с вами откроем этот упаковка здесь такая же на зип-локе открывается легко и непринужденно вот такая коробка нас встречает казалось бы ничем не примечательная нам с вами интересно что внутри внутри все прекрасно упаковано все плотненько пространство используется максимально рационально посмотрим разложим меню это номер два посмотрим что там покушать нам положили посмотрите сколько вкуснятины друзья давайте по порядку жаркое по-домашнему плов с мясом птицы гуляш говяжий с томатным соусом паштет из куриной печени сыр плавленый икра из кабачков желе фруктово-ягодное галеты 4 упаковки аквабриз зубочистка соль салфетки 3 ложки инструкция что тут на завтрак на обед на ужин фруктовая палочка чернослив с орехами энергетический напиток паста шоколадно-ореховая консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром повидло яблочная сахар салфетки стерильные таганок спички три жвачки кофе и два чая обалдеть друзья столько много всего но это действительно на целый день можно растянуть предлагаю убрать то что нам не понадобится и оставить только съедобные продукты из напитков я оставил энергетический напиток и кофе потому что майский чай мы уже пробовали в промежуточном и р.п. он такой же если вам интересно посмотреть что это за чай если вы вдруг его никогда не пробовали то смотрите обжор на промежуточный р.п. а нам интересно именно то что здесь так жаркое по домашнему плов с мясом птицы гуляш говяжий каждый продукт имеет массу 250 грамм срок годности у жаркова уплова три года а у гуляша домашнего два года давайте откроем не попробуем открывается кстати довольно легко проблем не возникло как в прошлый раз блюдо выглядят довольно прилично съедобно и аппетитно интересно какой вкус будет у каждого из этих блюд ну что давайте пробовать давайте попробуем жаркое жаркое вкусное не такое жирное как в прошлый раз попрошу это заметить вот галетки галетки такая же дрянь как в прошлый раз с запахом старости такие же по структуре галеты вообще не вкусные я думаю галеты можно сразу убрать не хочу их пробовать больше даже доедать не буду а вот жаркое вкусные друзья картошка морковка лучок перчик то что нужно такая то на что плов плов а хапка дров и плов готов друзья ну ничего такой плов кура рис морковка ну вкусный совсем не жирный что плюс хорошая структура хороший вкус это конечно не узбекский плов но заслуживает похвалы когда вкусно тогда вкусно друзья гуляш гуляшик ну-ка хорошая говядина хороший кусок правда да вам не тушеная какая-нибудь говядина непонятно какового качества есть прям хороший кусок знатный вот если этот гуляш вывалить макарошкам перемешать вообще балдеж будет отрыв башки блин она вкусно это вообще с хлебом вообще вернуть милое дело я понимаю вот это я понимаю ну что друзья перейдем к закуске закуска желе фруктово-ягодная икра из кабачков сыр плавленый паштет вот эта закуска я понимаю посмотрите какая структура у сыра у паштета у икры из кабачков у желе ягодного выглядит очень аппетитно не терпится попробовать сначала попробуем сыр хорошая структура у него хороший вкус хороший плавленый сыр друзья у меня сыр понравился паштет я не люблю поэтому скажем паштет и паштет но я не любитель паштета мне вообще печень не нравится ни в каком виде поэтому паштет я больше пробовать не буду мне он как бы не очень зашел я думаю тот кто любит паштет он его оценит с горчинкой кажется что ли в общем паштет это на любителя не мое это в общем в общем и крота к себе что-то в ней не хватает сладости что ли уже как за горчинкой немножко хотя икру из кабачков я люблю если у меня паштету предвзятое отношение только икре нет что-то икра не очень а вот желе фруктовое это надо пробовать вот это желе фруктовое но как джем сладкая такой можно за место сахара в чай добавить размешать а можно с булочкой не вернуть мы даже так вот лопать его тоже можно это вкусно твой желе мне понравилось друзья это то что надо проведала яблочная а не то ли это повидло которое у нас было с вами на обжоре промежуточном и р.п. да да повидло очень сладкая очень сладкая повидло друзья вообще вот этот джем до ягодный он сладкий но это повидло слаще его не раз в пять повидло мне не очень зашло что в тот раз что в этот о ну-ка ну-ка ореховая паста ореховая паста друзьям очень вкусная напоминает сгущенку как вареную знаете она более густая с добавлением ореха шоколада вот это мне понравилась штука вот такую кстати на булочку выдавить и навернуть это вообще тема да это вообще то что нужно вот палочка фруктовый у нас есть чернослив с орехами чернослив с орехами попробуем мы внешний вид не очень так себе но главное что было вкусно долго жуется нам проживал долго жуется вкус ну такой на любителя я бы сказал тот кто любит чернослив наверное оценит чем-то напоминает вот эти вот конфеты чернослив в шоколаде с чаем с кофе перекусить можно нормальная штука абсолютно вот у нас осталось с вами два напитка мы их заварим и посмотрим что к чему вот у нас напиток энергетический вот у нас кофе друзья сначала попробую кофе потому что он более гадки я думаю будет на вкус такой вот он не черный гадость еще и сливки не положили а было бы классно есть там сливок добавить а вообще кофе с молоком больше люблю вкусу кофе слабый бодяга какая-то а вот напиток энергетический что же это такое ну прикольная штука как лимонадик как будто с витамином c гусь кислинкой но вот это мне нравится сколько компотик лимонадик нормальная тема мне кажется он хорошо утоляет жажду итак друзья давайте ставить оценки этим блюдом мы с вами их все попробовали оценили первые блюда закусочка сладенькая напитки давайте расставлять оценки первое блюдо жаркое по-домашнему вот оно друзья это вкусное блюдо правда вот она и терочку заслуживает пять из пяти этому блюду мы поставим безоговорочно это вкусно оно того стоит пятерку второе основное блюдо это плов плов вкусный мне он понравился хорошее здесь сочетание нежирный какой-то такой нормальный плов для таких консервов этот плов хорош пять из пяти этот плов заслуживает однозначно третье основное блюдо друзья это гуляш из говядины и это вкусно опять же хороший кусок говядины здесь лежит никакой тут ерунды типа жилок мне не попалась я это блюдо оцениваю также 5 из 5 это заявка на победу что касается закуски сыр плавленые друзья 5 из 5 однозначно сыр вкусный для тех кто любит плавленые сыры это вообще классная тема бывают они там найти добавлением печенки там грибов плавленые сыры это просто обычный сливочный сыр и он вкусный 5 из 5 что касается паштета я паштет не люблю но из-за того что его не люблю глупо снижать оценку правильно но мне что в нем не понравилось ладно да вот этот вкус на вот печень и там вот это все он дает горчинку вот так бы я поставил ему честно тройбан так как я печень не люблю и он дают горчинку но за эту горчинку я снимаю 1 балл поставлю 4 потому что я в печени не эксперт но мне не понравилось что касается вот этого жилья обалденно вкусная вот 5 из 5 однозначно ставлю его можно и в чай на бутерброд тема до 5 из 5 ставим что касается кабачков мне они не понравились тут немножко водянистые счета на дне тройку поставлю она тоже горчит вот кабачки мне не зашли невкусно как бы съесть это можно иначе бы здесь и тройки бы не было но к сожалению тройка что касается яблочного пюре вот это переслащенная вот на фоне остальных продуктов вот это вот повидло переслащенная 4 или 3 с одной стороны как бы и 4 на другой стороны на фоне остальных продуктов она не вывозит очень и очень приторная очень приторная четверка да ну ладно фиг с ним если вы просите поставить 4 ставим 4 а вот паста шоколадно-ореховая друзья эта тема вот я такую еще не пробовал вот это мне понравилось это однозначно пятерка безоговорочно это вот ее можно и ложкой хомячить просто выдавливать в рот на бутерброд вот это вот хорошая тема то что нужно палочка фруктовая ничего в непримечательного нет но знаете она не отвратно и и вот съел энергией зарядился все будет тип-топ у вас вот ей вот поставим тоже пятерку вот если облить шоколадом еще вообще будет вообще твердая пятерка что касается галетов я их выкинул уже отвратительные единица единица да даже не двойка потому что даже галетку не смог доесть ну просто отвратительно не знаю что такое вообще галеты я люблю мне попадались много раз хорошие галеты хорошие вкусные ими можно перекусить но вот это просто какая-то беда картонная дерибасовская запахом запахом старости зачем такое надо такую даже ну голодным будешь есть но не захочешь но плохо короче все кофе бодяга полная друзья этот кофе ну что вы хотите но даже вот эти вот всякие знаете там продаются в супермаркетах кофе растворяете там три в одном типа вот они даже вкуснее чем вот этот вот кофе ну тройка до тройка не больше ночи бодяга она и есть бодяга что вы хотите тройбан короче садись а вот напиток энергетический напиток энергетический это на пятерку на пятерочку почему да потому что он вкусный утоляет жажду сто процентов я уверен пьешь как лимонадик вообще хорошо вот после у прям хорошо приятные ощущения знаете во рту вот нет никакой не горечь и не кислости ничего вообще попил на душе спокойно стало вообще набор хороший если подводить итог набор хороший то есть основные блюда все хорошие все вкусные закуска ну здесь уже 50 на 50 но в общем и целом пять блюд против 2 твердая пятерка вот это вот сладенькая до пятерочка туда в копилочку то есть у нас получается 7 блюд на 5 и 3 блюда имеют более низкую оценку но соотношение хорошие напитки майский чай мы оценивали в прошлый раз у нас четверку получил потому что самый обычный черный чай нормальный пить можно кофе тройбан напиток 5 ложки как ложки на самом деле которыми мы кушали никакого чуда там от них ждать не стоит но ими есть можно положили хорошо салфетки на все протерли так что блюдо такое себя оправдывает тем более тот кто любит печень я думаю и очень сладкая повидела ним вообще все понравится в этом блюде я думаю даже кабачковая икра и кофе вот такие итоги друзья хочется почитать посмотреть на ваше мнение так что пишите в комментариях что вы думаете по поводу этого и рп может я в чем-то не прав может я что-то не так на поставил оценки вы пишите если вы со мной не согласны будет интересно все это почитать вместе обсудим а также не забывайте подписываться на канал рекомендовать это видео друзьям ставить лайк под этим видео вы были на канале forest scout всем удачи всем пока